Помните, в начале мы сказали, что видение приходит двумя способами. Первый какой? Сверхъестественное вмешательство. Деяния 13 глава, с первого по третьей стихи. Это начало миссионерского движения в Новом Завете. Мы знаем, что Фома пошел в Индию. И вот к тому моменту, как это происходило в Антиохе, он, скорее всего, уже пошел в Индию. Были другие апостолы, которые отправились в других направлениях. Но основная церковь в те дни находилась в Антиохе. И вот пророки, учителя, старейшины собрались вместе. И во втором стихе сказано, что они служили Господу и постились. И в результате Дух Святой сказал, Отделите мне Варнаву и Савла. Савл – это апостол Павел. Тогда они, совершивши пост и молитву, и возложивши на них руки, отпустили их. Мы не знаем, предшествовало ли этому событию сверхъестественное вмешательство. Или это произошло по мысли, данной Богом. Может быть, и то, и другое. Старейшины и пророки могли увидеть сверхъестественное видение. Или же Бог мог вложить свои мысли в их разум и сердце. Но это новое видение. Видение – достигать мир Евангелия. А теперь откроем Матвея, 28 глава. Матвея, 28 глава, 18 стих. Матвея, 28 глава, 18 стих. В Матвея, 28 главе, что Господь говорит ученикам. Что такое? Some say verse 19, others say verse 18. Well, 18 and 19 is good. 18 и 19 стихи. And 20. И 20 тоже. 17 стихе они сначала поклонились господу хотя у некоторых все еще были сомнения а в 19 стихе что господь говорит ученикам делать итак идите научите все народы заметьте он сказал все все народы крестя их во имя отца и сына и святого духа учая их соблюдать все что я повелел вам возможно что эта встреча в деяниях 13 главе была результатом слов сказанных здесь христом павла там не было но другие ученики там были и возможно кто-то из этих учеников был в церкви в антиохии здесь важно не то как это видение пришло важно то что оно пришло и что они его исполнили это видение достигать весь мир и это команда будет расти сначала два человека потом четыре потом шесть но что здесь важно видеть и знать о видении что оно должно быть одобряема и поддерживаем духовными лидерами заметьте что варнава и савл не сами придумали эту идею и они не сказали учителя старейшины до свидания мы идем проповедовать евангелие нет они были назначены на это дело лидерами они получили благословение от лидеров церкви поэтому очень важно подчинение и одобрение со стороны лидеров то есть это видение зародилось в результате слов сказанных христом в евангелии от матвея 28 глава и вчера вечером когда дэвид преподавал я думала о видении и хоть я и что-то забыла там но она у меня записано в книге тетрадки поэтому важно записывать когда мы были здесь в апреле бог дал мне видение это было 30 апреля на служении шаббат во время хвалы и поклонения я хочу чтобы вы знали что поклонение очень важно для получения видения потому что там где есть поклонение там есть присутствие духа божьего и откровения и в этом видении я увидела что-то голубое на берегу черного моря и я подумала наверняка это гостиница потому что на гостинице там есть что-то голубое и когда я сосредоточилась на этом господь приговорил ко мне и вот что он сказал воды черного моря больше не будут черными потому что я изменяю их на белые слава моя выйдет из одессы и пойдет по водам черного моря святость моя преобразит воду из черной в белую и везде где волны будут касаться берега моя святость будет очищать и восстанавливать и потом господь сказал следующее антиохия снова будет моей и люди ефеса снова будут моими и из тарса я снова призову своих слух в прежние дни моя слава шла на север из иерусалима но сегодня моя слава пойдет на юг из одессы и то что было моим от начала снова станет моим говорит господь и в конце он сказал следующее кровь мучеников была семенем церкви кровь мучеников будет восстановлением церкви о каком народе говорит бог какой народ бог собирается восстановить а где находятся города которые только что назвала на сегодняшний день турция принадлежит христианам или иудеям когда-то она принадлежала господу антиохия была главной церковью ефес был самой сильной самой крепкой церковью на сегодняшний день это город из мир тарс тоже есть и по сей день это то место где родился савл павел савл из тарса бог говорит что он хочет чтобы турция снова принадлежала ему сейчас в турции правительство настроено сильно против христиан и сильно против израиля но бог сказал что он избавит нас если мы последуем его видению он поддержит и укрепит нас молитесь об этом я дала это видение пастору валентину и я верю что божья слава выйдет на юг из одессы мы несем его славу после воскрешения иисуса когда его слава вышла на север из Иерусалима ученики и апостолы понесли его славу на север а теперь бог говорит что он хочет чтобы его слава пошла на юг да благословит господ свое видение и да осуществит он его во славу свою а теперь деяние 16 глава это очень важное видение очень известное look in verse 6 of Acts 16 деяние 16.6 okay Paul and Barnabas had been set aside to carry the gospel итак Павел и Варнава были отделены для проповеди Евангелия во время второго путешествия Варнава взял Иоанна Марка и они отправились в другое место Павел избрал силу чтобы идти вместе с ним и в первой главе к ним присоединяется Тимофей и помните что у Тимофея была благочестивая мать и бабушка и в 10 стихе к ним присоединяется Лука автор этой книги имя Луки здесь не упоминается но это видно из контекста то есть в английском это видно очень ясно в русском мы не знаем в 6 стихе сказано они не были допущены Духом Святым то есть это значит что Дух Святой не допустил Павла и Силу и в 7 стихе Дух Святой не допустил Павла и Силу идти в Вифинию в 8 городе они пришли в Труаду и после того как Павел получил увидел это видение в 9 стихе в 10 стихе Лука пишет после всего видения тот час мы положили отправиться в Македонию то есть это то место где к ним присоединяется Лука то есть Лука едет вместе с Павлом, Силой и Тимофеем а теперь 9 стих какое здесь видение получил Павел то есть это видение полученное ночью может быть это был сон может его глаза были закрыты может быть были открыты кто был в этом видении и что он сказал Павлу да этот человек из Европы Македония это Европа до этого они все время были в Асии они были в том месте которое теперь известно как Турция они думали проповедовать слово в некоторых частях Асии но Дух Святой сказал им нет тогда они попробовали идти в Вифинию по-моему это та часть которая была ближе к Черному морю но Дух Святой сказал нет и они пришли в Троаду там были христиане с которыми они остановились и вот там Павел получил это видение послушание очень важно в исполнении видения видение это как мороженое если вы его оставите без внимания оно растает вы должны делать то что Бог говорит сразу же в 10 стихе сказано что после всего видения тот час то есть моментально то есть как только они встали позавтракали они сразу же ушли есть какие-то вопросы по этим местам Писания из книги Деяний теперь давайте откроем книгу Откровения первая глава из всех библейских видений это видение самое длинное но мы рассмотрим начало этого видения я хочу сказать одно замечание о том что мы только что прочитали в Деяниях 16 главе мы сказали что Бог дает видение когда он хочет что-то изменить то есть на тот момент Евангелие проповедовалось только в Асии но Бог собирался это изменить и он хотел чтобы его слуги шли в Европу и они пошли в Европу и Евангелие дошло до Рима Евангелие пришло в Испанию в Германию в Великобританию в Францию в Америку Бог хотел чтобы Евангелие двигалось в этом направлении и потом в 1800-х годах он начал призывать первых современных миссионеров из Великобритании он призвал Хадсона Тейлора Вильям Керри отправился в Индию Хадсон Тейлор поехал в Китай Джадсон поехал в Бирму другие поехали в Африку он призвал много миссионеров из Великобритании Бог хотел чтобы Евангелие я думаю что поэтому Бог хотел чтобы Евангелие шло на запад чтобы призвать миссионеров ехать по всему миру Откровение 1 глава 9 стих кто-нибудь прочитайте с 9 по 11 стихи пожалуйста я был в Бирюбе в день посредственных и слышал под этим себя громкий голос который говорил я из Альфа и Амеры первый и последний то что передачно решит и не упущусь в память в настоящем собаке а теперь с 12 по 15 стихи кто-нибудь прочитайте я обратился чтобы увидел чей голос и обратившись увидел 7 белых святейников и посреди 7 святейников подобно всем человеческому обученному господин и по пятям опаять много лазерного пояса глава его и волосы дены как белая волна как снег ночью его как пламя и огни и ноги его подобные толпы и ванны как искаленные стычки и голос его как шум от ноги он вязал в действительности своей 7 звезд и из двух звезд выходил острый с обеих сторон меч и лицо его как солнце сняли с их силой сваления и когда я увидел его то упал к ногам его как смертный и он положил у меня действительно свою и сказал мне не бойся, я здесь не первый и последний и живой был умер и все живы возле телеков они не имеют ничьи адрес с нерцем и так напиши что умер и что есть и что будет возле сего это начало видения Иоанна который он получил когда писал книгу Откровения и это было написано в тот момент когда христиане подвергались очень сильным гонениям мы знаем что на этот момент церковь была одним телом то есть евреи и христиане то есть евреи и неевреи были вместе то есть они продолжали соблюдать святые дни то есть книга Откровения была написана в одни гонений и ее целью было ободрить верующих и призвать побудить их и здесь говорится что Бог Он всемогущий, Он царствует 19 глава 6 стих это должно было ободрить верующих и слышал я как бы голос многочисленного народа как бы шум вот многих как бы голос громом сильных говорящих Аллилуйя ибо воцарился Господь Бог Вседержитель и это должно было ободрить верующих потому что на тот момент Павел и Петр были убиты в Риме мученической смертью Нерон committed suicide in the month of June 68 AD Нерон committed suicide Нерон покончил жизнь самоубийством 68 в 68 году после Рождества Христова and Paul and Peter were martyred before then а до этого Павел и Петр были убиты и это очень расстроило верующих то есть что бы чувствовали вы если бы убили ваших лидеров вы бы чувствовали себя как потерянные овцы но Бог дал это видение Иоанну чтобы ободрить верующих то есть здесь сказано что это только начало страданий то есть и даже сегодня мы еще не увидели их конец но мы все можем сказать что Господь Бог Вседержитель царствует Господь Бог Вседержитель царствует на Украине Он царствует в вашей семье Он царствует в вашей жизни и в этом и была цель этого видения ободрить также это было пророческое видение о последних днях и в этом видении еще многое должно осуществиться это пять примеров видения кто еще может кто может вспомнить еще какие-то примеры полученных видений то есть их вообще много но может кто-то что-то вспомнит Эзекиил видел видение о колесах ну то есть в Библии дано много видений и нужно понимание чтобы их истолковывать а сколько у нас времени осталось на этом занятии давайте начнем вторую часть и закончим ее уже после перерыва вы хотите быть человеком имеющим видение вы хотите быть человеком который получает видение я думаю мы все этого хотим сейчас я хочу дать вам семь характеристик которые должны быть развиты в вашей жизни сначала я назову эти характеристики потом дам к ним места писания первое ваше сердце должно быть в согласии с сердцем Божьим наше сердце должно быть в согласии с сердцем Божьим второе мы должны доверять Богу доверие отличается от веры поэтому пишите именно слово доверять и об этом мы еще поговорим позже третье послушание четвертое мужество смелость пятое дисциплина шестое благочестие и удовлетворенность эти два понятия идут вместе благочестие и удовлетворенность и последнее я считаю что самое важное мы должны развивать чувство присутствия Божьего развивать ощущение присутствия Божьего должны приглашать Божье присутствие войти в вашу жизнь то есть чтобы вы знали когда его присутствие с вами чтобы вы ощущали его присутствие с вами теперь мы вернемся к первому пункту и я дам вам места описания которые вы сможете прочитать ольга пожалуйста ольга прочитайте псалом 18-15 дима прочитайте пятидесятый псалом двенадцатый стих а там уже сверина да пятьдесят двенадцать сердце чистое с отборином не Божьем иду в правду к отборинам меня вы прочитали быстрее чем я нашла в английской библии я смотрю на русский под Speaker 2 должен вы читать опять пожалуйста читайте снова да 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 это да 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 То есть, это молитва, которой мы можем молиться. И хорошо, если вы будете молиться этими словами каждый день. Господь, поставь стражу у уст моих. Чтобы слова ваших уст были приемлемы пред Богом. Теперь, давайте посмотрим, Бима, 50.12. Это тоже хорошая молитва, о которой мы можем молиться каждый день. Now, in the Russian Bible of Artists, can you please read Psalm 85.11? Псалом 85.11. Пожалуйста, прочитайте. Наставь меня, Господь, запутывай, и буду ходить в истине Твоей. Верди сердце моё в страхе имени Твоего. Научи меня, Господь, путям Твоим. И дай мне единство сердца, чтобы бояться имени Твоего. Иными словами, чтобы в нашем сердце было желание бояться Его и уважать Его. Павел, could you please read Psalm 118.11? Павел, Псалом 118.11. С получас, павел, 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 Спасиба. Спасиба. То есть, зачем нам иметь Слово Божье в сердце своем? Чтобы получить приз за то, что мы выучили больше стихов, чем другие? Нет, чтобы нам не грешить пред Ним. Потому что, если мы грешим пред Богом, то наше сердце не сможет быть едино с Богом. И также 36 стих. Преклони сердце мое к откровениям Твоим, а не к корости. Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты. Животвори меня на пути Твоем. Я знаю, как это, когда вы приходите устало домой, и когда хочется одного. Сесть в кресло и уставиться в телевизор. То есть, вам просто хочется отключиться от всего. И что-то слушать там ерунду какую-то. Но мы должны быть осторожны. То есть, я говорю это не только вам, но и самой себе тоже. Мы должны быть осторожны в том, что мы видим, на что мы смотрим. Я знаю, что иногда я смотрела такой захватывающий фильм по телевизору, что потом заснуть не могла. Ну, знаете, просто кровь закипает, он тебя захватывает так полностью. И в таком состоянии я не могу слышать Бога. Так что телевизор – это нормально, но будьте умерены в этом плане. И наблюдайте за тем, на что смотрят ваши глаза. А теперь… Wait a minute, I'm sorry. Let's go to Proverbs 4.23. We have a lot of verses for the first one. На первый пункт у нас много стихов. So let's go to Proverbs 4.23. Притча 4.24. 23, да, простите. This says keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. This is so true. Это очень правда. Confess, confess, confess. Исповедуйте, исповедуйте, исповедуйте. Repent, repent, repent. Кайтесь, кайтесь, кайтесь. Храните свое сердце. Потому что источники жизни исходят из сердца. Ваши мысли, ваши убеждения, ваши мотивации. А теперь, пожалуйста, откройте Иеремия, 17 глава. Это последний стих. Девятый стих. Иеремия, 17, 9. Здесь сказано, лукаво сердце человеческое, более всего. И 10 стих, я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренность. Дайте Господу разрешение делать это. Скажите, Господь, исследуй, испытывай меня и посмотри, нету ли во мне какого зла. Чтобы вы могли исповедаться в этом и покаяться. А теперь вернемся к притчам 3 главе. Мы перешли ко второму пункту. Доверие Богу. Притча 3 глава. 5 и 6 стихи. Кто-нибудь прочитайте. Надейся на Господа всем сердцем Твоим, и не полагайся на разный путь. Во всех путях Твоих поздавай Его, и Он направит в степень Твоих. Во всех путях Твоих. Надейся на Господа всем сердцем Твоим. Иногда наше понимание заставляет нас совершать ошибки. Поэтому мы должны познавать Господа, и Он направит наши пути. Итак, это не вера, это доверие. А в чем разница? Я хочу использовать такой пример. Представим, что вы маленький ребенок, и вы куда-то идете с папой или мамой. Ну, то есть, вы оделись, там, и ботинки, и пальто. И когда вы выходите на улицу, вы даете руку папе или маме. То есть, вы стоите у двери. Дверь закрыта. И вы даете свою руку папе или маме. Это доверие. Вы доверяете своим родителям. Что они будут заботиться о вас там на улице за дверью. А что такое вера? Вера — это когда дверь открыта. И вы делаете свой первый шаг. Это вера. Вера и доверие, они очень близки друг к другу. Вера и доверие, они очень близки друг к другу. Будучи маленьким ребенком, вам бы не хотелось выйти за эту дверь, не держа папу или маму за руку. Вы бы не хотели выйти туда в одиночку. Но вы доверяете папе или маме. Потом вы делаете этот шаг веры и идете туда, куда решают идти ваши родители. Вы не знаете, куда вы идете. Вы идете по вере. И вы доверяете тому, кто держит вас за руку. Продолжим после перерыва. Субтитры подогнал «Симон»